Место, на котором расположен сейчас аграрный университет, раньше местные жители называли Лысой Горой, так как никакой растительности здесь, кроме степного ковыля, не было. Археологи говорят, что здесь находится скифский могильник. Первые зеленые насаждения появились во времена, когда здесь располагалось еще сельскохозяйственное училище. Силами воспитателей, среди которых, кстати, был отец известного омского композитора Виссариона Шабалина Яков Шабалин, была высажена Ивовая аллея. До наших дней она не сохранилась. А вот уже когда в этих строениях расположился сельскохозяйственный институт, студентам и преподавателям пришла идея разбить на этой территории парк. В 1920 году известным профессором Грибановым и лесоводом Шингаревым был разработан проект гендропарка. И с тех пор огромное количество людей, сотрудников, преподавателей, студентов института и университета приложило большое количество усилий для того, чтобы этот парк стал таким замечательным местом, каким мы его видим сейчас. Слева от меня находится аллея Алексея Федоровича Портянка, который в 60-е годы руководил реконструкцией парка. Сейчас парк занимает территорию более 140 гектаров и более 400 видов растений здесь произрастает. Многие из них очень редкие, родиной которых является Евразия, Северная Америка, даже Япония и Корея. Уникальность этого парка состоит в сочетании хвойных и лиственных растений. Парк служит настоящим зеленым щитом для центральной части Омска. Поэтому его можно с уверенностью назвать настоящей зеленой жемчужиной нашего города. Редактор субтитров А.Семкин